Глава 9 Савву, Савву, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, никого не видя. Савву встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания. Господь в видении сказал ему, Анания. Он сказал, я, Господи. Господь сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую. И спроси в Иудином доме торсянина по имени Савва. Он теперь молится и видел и в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания сказал, Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от предосвященника власть вязать всех, призывающих имя твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиллями. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел, вошел в дом и, возложив на него руки, сказал, брат Саввул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. И, приняв пищу, укрепился, и был Саввул несколько дней с учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все, слышавшие, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы ввязать их и везти к первосвященникам. А Саввул и более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Саввул узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саввул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедал во имя Господа Иисуса. Говорил так же и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и пропроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхи Господнем, и при утешении Святого Духа умножались. Случилось, что Пётр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Генея, который в восемь лет уже лежал в постели в расслаблении. Пётр сказал ему, «Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей». И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лидии и в Сирии, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тарифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милосты. Случилось в те дни, что она за ним могла и умерла. Ее омыли и положили в гордице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Пётр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Пётр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в гордицу. И все вдовицы со слезами представили пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Пётр выслал всех вон. И, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал «Тарифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых, и вдовицы поставил ее пред ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии. И многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника.